Хорошие девчата, заветные подруги, приветливые лица, огоньки веселых глаз. Привет, меня зовут Маша, и я темлит бэкэнд отдела. Привет, меня зовут Белла, и я ведущий бэкэнд-разработчик. Мы рады видеть вас на нашем YouTube-канале, в рамках которого мы берем интервью крутых разработчиков и деятелей индустрии. Подписывайтесь на нас, будет продуктивно. Казалось бы, мы работаем в IT, но про Сколково знаем очень мало. Знаем, что можно стать резидентом Сколково, что там проводятся какие-то конференции, мы даже сами там бывали на Хайлоде. Но на самом деле в Сколково намного больше и активностей, и возможностей. Сегодня у нас в гостях Андрей Шорин, выпускник бизнес-школы Сколково и модератор некоторых их программ. Привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, пару слов о себе, чем ты занимаешься. Как сказала уже Маша, я выпускник бизнес-школы Сколково, я там учился на одной из многих программ, наверное, мы об этом еще поговорим. Помимо того, я руководитель программного комитета DevOpsConf, в этом году она называется DevOps Live, пройдет в онлайне. И у меня еще есть несколько занятий, может быть, мы до них тоже доберемся. Если говорить о Сколково, то там я вот модератор. А в чем заключается твоя роль в Сколково? В Сколково есть множество разных программ, есть классические для бизнес-школы, такие как MBA и EMBA, ну, Executive MBA, есть Startup Academy, а еще какое-то количество программ регулярно идущих, и бывают заказные программы по обучению. Многие из них проходят с помощью проектного метода работы, так называемого. Основан он на методологии, которая в начале 20 века зародилась в московском методологическом кружке и часто связывают с именем Георгия Петровича Щедровицкого. А MBA это что такое? Мастер в бизнес-администрейшн. Это такая образовательная программа? Классическая бизнесовая образовательная программа. В основном она основана на разборе специфических кейсов. Администрейшн предполагает, что человек способен, имея знания по финансам, по стратегии предприятия, по экономике, по целевой аудитории своего продукта и еще целый набор знаний, ориентируется в том, что приходится делать изо дня в день. Ты сказал по поводу какого-то метода Георгия Щедровицкого, кажется. В чем отличается этот метод? Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Любопытно, что те люди, которые продолжают дело Георгия Петровича, они его называют просто метод. Он вот такой вот, ну, есть более все-таки расширенное его название, это система мыследеятельный подход. Давайте разберемся, это такое длинное слово, одно из самых длинных слов, которые я знаю в русском языке, и в нем есть система мыслей и деятельность, да? Давайте начнем с системы. Система это не операционная система, да? Это не войтись на понимание система. Система это сложный объект, который можно себе представлять как совокупность его элементов, взаимосвязанных между собой функциональными связями. Можешь, пожалуйста, на примере это объяснить? Возьмем предприятие. Оно состоит из организационных единиц каких-то, отделов, департаментов, команды. И они между собой как-то взаимодействуют. Внутри, опять же, есть люди. Вот все это вместе мы будем называть предприятие. Помимо того, там есть какая-то основная деятельность, которая приносит ценность его потребителям, то есть делает продукт, который потом кто-то может использовать. И вот это все в целом будет система, причем система открытая, потому что она взаимодействует со внешним миром. Вот если говорить про систему, вот об этом идет речь. Можно попробовать, опять же, разбивать на отделы, на процессы, на взаимосвязи между отделами. У нас какой-то workflow там происходит, pipeline мы строим, ну, что угодно, если мы про айтишную говорим. Можно так смотреть. Как только мы так смотрим, мы чуть-чуть отделяемся от того, как это работает на самом деле. Это всегда будет немножко модель того, как это устроено. Зато модель нам дает возможность немножко снова оторваться от земли и в каком-то идеальном пространстве, скорее всего, на значках. И вы знаете прекрасно эти диаграммы. UML диаграммы, например, да? Все это будут системы, разным способом аккуратненько вырезанные из реального мира, для того, чтобы мы могли представить их в воображении или нарисовать каким-то образом на доске, ну, в каком-то инструменте взаимодействия. Как только мы это положили на доску, ну, давайте говорить про мир, мы можем в Excel-табличке что-нибудь нарисовать, у нас уже появляется возможность об этом говорить вот как о самом по себе. А потом мы вот эту идеальную картинку начинаем уже воплощать снова в жизнь. То есть у нас есть система и… Да, мыследеятельный подход. А в чем заключается подход? Ну, теперь еще мысли надо вот разобрать. Да, да, да. Мысли я немножко рассказал, да, то есть когда мы для того, чтобы каким-то образом или составить модель, или использовать модель, уходим немножко от земли вот в идеальное пространство, да, там, где модельки строятся, вот мысль там уже имеет предпосылки зародиться. Вообще говоря, мышление не самая простая штука уже, ну, пару веков точно, по-моему, дольше идут споры между, ну, как дискуссии, между философами. И я бы даже сказал, что споры с педагогами или с психологами, потому что психологи предпочитают считать, что мышление присуще человеку или личности. Методологи говорят, что носителем мышления не обязательно является человек, во-первых. Во-вторых, мышление происходит в идеальном пространстве, в знаковом пространстве, тогда, когда мы выносим на доску. И оно происходит между несколькими акторами. Несколько человек, несколько позиций нужно для того, чтобы вот эта вот оговорка «несколько позиций» подсказывает, что не всегда это человек. Вообще говоря, машина может тоже участвовать в мышлении. А дальше еще и деятельностный. Да, у нас есть теперь система, есть участники ее. Если мы пишем какой-то программный продукт, ну, это же наша деятельность, это одно, а дальше все это мы пишем, чтобы продукт производил какую-то ценность, там, фирма получает прибыль, это тоже деятельность по большому счету, да, там, продажа, это деятельность. Вот мы построили какую-то идеальную модель, вырезали ее каким-то образом. И это наше дело, как мы ее вырезаем из реальности. Мы можем брать компанию целиком, мы можем брать только какой-то конкретный продукт, один из многих, который она производит. Помыслить это, вместе найти какой-то шаг. Про мышление, кстати, надо будет еще сказать. А дальше воплотить это в деятельности. Почему нужно сказать про мышление? Потому что идеальная задача системы мыследеятельного подхода в том, чтобы мышление случилось. Это случается очень редко иногда. На примере всего человечества мышление случается несколько раз за сто лет всего. Имеется в виду, что продуктом мышления будет изменение культурной нормы. Что-то такое, что вообще изменило жизнь. Давайте пример. Например, смартфон, он изменил жизнь всего человечества. Но до этого были кнопочные телефоны. И они, в общем-то, от дисковых телефонов отличались, ну, немножко. Ну, смс-ки можно было услать. Ну, можно было в змейку поиграть. Когда появились смартфоны, оказалось, что вся жизнь теперь устроена по-другому. То есть просто с нами всегда теперь компьютер. Такой портативный, очень мощный, поскольку он пользуется или облаками, или какой-то бэкэнд-приложений крутится где-то дальше на серверах. У него очень большая вычислительная мощность. Теперь с более быстрыми сетями, ну, вообще здорово же, и кайф стал. Разве это редко происходит? Кажется, что это часто происходит. Не знаю, даже вот какой-нибудь коронавирус нас подвинул на то, что стало куча каких-нибудь онлайн-магазинов. То есть все магазины там перешли, грубо говоря, онлайн. И, не знаю, какой-нибудь умный дом, например, там, сказал, что все, можно теперь не заниматься хозяйством. Дайте это все технике, пусть она этим занимается. Ну, это все. Смотри, если говорить про коронавирус, пока не доказано, и я не уверен, что мы это узнаем в течение своей жизни. Помыслил ли кто это, кто-нибудь это, да? Сделал ли это искусственно? То есть специально люди собрались, придумали такую мощную штуку и решили изменить жизнь всей планеты. Или это произошло каким-то естественным путем, без специального участия человека. Человек там может участвовать, там, по неосторожности взял, сварил какую-нибудь животинку и съел ее. Но это не то, что он задумывал специально. Мышление предполагается, что человек сделал какой-то прорыв прям. Ну, например, ведь раньше не было понятия ускорения, правда? Ну, когда-то не было, конечно. Когда-то не было. А когда-то не было даже понятия скорости. Помните этот парадокс, он такой из школьного курса про ахидеса и черепаху? Ахидес, в общем-то, вот из опыта догоняет черепаху и даже перегоняет. Но если попытаться рассуждать идеально, вот как раз вот в этом пространстве идеальном, то сколько бы ни продвинулся ахидес, черепаха все равно продвинется еще на чуть-чуть. И с этой точки зрения он ее никогда не догонит. При этом опыт вот жизни показывает, что он, ну, точно совершенно, он ее догонит и обгонит. Даже не ахидес, можно человека обычно упустить, он черепаху перегонит. И тут парадокс. Вообще говоря, он решился тем, что понятие скорости появилось. Раньше не было понятия скорости, вот когда-то. Вот про это нам в школе должны были рассказать. Ну, в общем, мы только помним красивое название чаще всего. Вот, это пример случившегося мышления. То есть этот метод как раз про то, как собрать систему, модель участников, чтобы случилось мышление? Что бы случилось мышление? Ну, причем оно должно быть замысленно, да? То есть это искусственно созданное мышление. То есть по-хорошему это прям целая технология, которая мышление создает. Вот эта технология, она в конечном счете выразилась в форме организационно-деятельностных игр. И люди считают по-разному. Но в целом примерно в 90-х годах проводилась последняя настоящая, вот, трушная организационно-деятельностная игра. Сейчас, ну, немножко редуцированные формы чаще всего происходят. Например, довольно популярное движение, форсайт-движение. Опять же, собирается много людей, получают какие-то задачи, и им удается придумывать, вот, как это будет совершенно по-новому. Там не всегда случается воплощение в действительности, воплощение в реальность. И, то есть, это очень хороший способ посмотреть в будущее и представить, как мы хотим. Не всегда понятно, что с этим потом делать. А в Сколково используется метод, продолжают прямые ученики Георга Петровича Щедровицкого. Один из них — Петр Георгиевич Щедровицкий. Он и его сын, и так случилось, что ученик. А что значит, вы используете вот этот подход? У вас там есть какие-то, я не знаю, курсы, на которых вы как-то более узко этот подход учите применять? Или просто про него рассказываете? Поскольку он деятельностный, вот рассказать, я часто даже видел такие, ну, несколько упреки, может быть, да, от преподавателей бизнес-школ других, что вот есть же системное мышление, систем-thinking в западной школе, там все понятно, делай раз, делай два, делай три. И вот оно же тоже систем-thinking, то есть оно про систему. Казалось бы. Штука в том, что, например, системное мышление не очень претендует на изменение жизни на планете. Оно скорее призвано решать очень такие практичные задачи. В этом смысле в Сколково применяются тоже, ну, как бы редуцированные формы, то есть вот не вся такая организационная деятельностная игра. Организационная деятельностная игра может длиться несколько месяцев, например. Извини, а что из себя представляет организационная деятельностная игра? Давайте я попробую примерами вот из того, что я знаю. А первая называется ОДИ, соответственно, организационная деятельностная игра 1 проходила в Новой Утке, когда было получено задание на разработку ассортимента товаров для туризма в какой-то области. Простите меня, все, кто знает историю, я вот прямо сейчас не помню, в какой области. Хотя, ну, это страшный грех. Вот. Собрались дизайнеры, собрались технологи. И собрались туристы, потому что хотели для туристов придумать. Ну, то есть те люди, которые как-то активно ходят вот прямо в походы, в походы. И задача методологов была в том, чтобы у них вот вместе случилось как раз вот то прозрение, чтобы, во-первых, давайте делать товары, которые будут полезны и востребованы, с хорошими характеристиками. Ну, например, вес палатки, это же важно, да, сколько я за плечами могу унести. И такие, которые наша промышленность способна производить. Вот методологи запускали вот это взаимодействие специфическим образом. Одно из ключевых, может быть, моментов в этом проектном подходе, одним из ключевых моментов является то, когда удается найти проблему, так называемый. То есть барьер, сначала непреодолимый барьер. То есть вот я хочу отсюда попасть сюда, но для этого мне нужно пройти через этот барьер. И я не знаю, как через него пройти. Поскольку собираются люди из разных позиций, да, тут туристы, технологи, дизайнеры, то, глядя на один и тот же объект своей работы с разных сторон, у них появляется возможность об этом поговорить, зарисовать это на доске и тогда вот уже с этими знаковыми формами что-то поделать. Похоже на какие-то брейнштормы, как сейчас распространено. Все же тоже собираются. Да, я прям даже думаю, что у нас на работе что-то, похоже, проводится. Когда какую-нибудь архитектуру придумываем, даже собираемся, рисуем это все, со всех сторон вертим, со стороны, ну, мы делаем игры, то есть там тестировщики, геймдизайнеры, вот, и, собственно, программисты, и придумываем вот, как сделать лучше, по сути. Есть какая-то проблема, которую задает продюсер или геймдизайнер, и собираются участники и придумывают, как же это реализовать. Единственное, что у нас нету, получается... Методологов? Конечно, пользователей. То есть мы игроков не приглашаем, но как будто бы все мы и есть игроки. Немножко. А, ну, если вы сами пользователи своего продукта. Ну да, да. Можно говорить, что цель схожая, да. Можно говорить, что цель схожая. Вопрос в том, ну, на каком масштабе мы работаем. И брейншторм — это будет один из инструментов, которые применяются. Так, давай вернемся к вопросу о том, что же все-таки делают модераторы. Давай вернемся к вопросу. Я надеюсь, что уже достаточно слушателей запутал тем, что такое системно-следеятельный подход. И было бы странно делать из участников программ «Бизнес-школы Сколково» тоже методологов. Ну, то есть это надо прямо вот сделать такой выбор в жизни. Потому что, ну, то есть зайти туда легко, а выйти не то, что не пускает, но вот голова уже не пускает. Ну, это же все уже не так интересно становится, если отказаться от такой части своей работы. Так вот, модератор применяет как раз те инструменты, которые у него есть, как у специалиста. Применяет средства для того, чтобы запустить вот это самое мышление. Мышление происходит с коммуникацией, то есть люди, общаясь между собой, начинают. У них появляется возможность помыслить, особенно тогда, когда выложили представление о том, что мы сейчас обсуждаем, на какую-то доску, на экран. Почему нужный модератор сказал, вот есть руководитель программы, он все это ведет и пусть делает. Например, Сколково происходит таким образом, что приходит на программу 40, 50, 60, 70 человек. Это может быть корпоративная программа, это может быть розничная программа, в смысле по одному люди набрались. И чаще всего для того, чтобы разобраться в том, как решить их цель, как достичь их цели, непреодолимая какая-то цель, хорошо посмотреть на нее с нескольких сторон. И тогда вот весь коллектив студентов разбивается на группы особым образом, но чаще всего по собственному выбору. Если это корпоративная программа, бывает и по-другому, бывает, что сверху спускают, кто как поделится на группы. И вот в каждой этой группе модератор как раз организовывает такую работу. А потом все эти группы представляют результаты того, что они сделали на общем пленарном заседании, опять же обсуждаются, и уже руководитель всей программы делает примерно то же самое. Проблематизирует то, что получилось, опять же, для того, чтобы мышление продолжилось. Вы знаете, это не самая простая история. Можно я уточню? Грубо говоря, модератор помогает эту методологию применить к конкретному кейсу, который внутри группы как бы обсуждается. Да, можно так говорить. Ну, в случае родничной программы, например, есть вот такая программа «Практикум», на которую приходят предприниматели. Там каждый же приходит со своим бизнесом и со своей задачей. Один хочет вырасти в пять раз, другой хочет захватить рынок, там, плюс пять процентов от рынка, там, какого-нибудь российского, а то мирового. Третий хочет разобраться с тем, что у него происходит с партнерами, потому что партнерское соглашение не было описано. Четвертый хочет передать по наследству, у него уже все хорошо, но теперь непонятно, как это передать по наследству, чтобы дети восприняли и продолжали. У каждого прям своя очень такая, можно сказать, что личная задача. Ну, потому что это личное самоопределение, что человек хочет сделать, например, со своим бизнесом. Тогда получается так, что люди объединяются по каким-то тематикам. Это тоже не очень просто выбрать тему, с которой я буду работать, потому что и это важно, и второе важно, и третье важно. Но, тем не менее, вот они объединились в какую-то группу, и тогда модератор с ними эту тему прорабатывает. Бизнес-школа в Сколково расценивается как высшее образование, она дает какой-то официальный диплом? Смотрите, ну, бизнес-школа в Сколково, конечно, дает диплом. Является ли она первым высшим образованием? Ну, точно нет. И третье, наверное, туда приходят люди уже с каким-то опытом. Даже если мы говорим про классику бизнес-образования MBA, да, это для менеджеров среднего звена, вообще говоря. Люди туда приходят уже с каким-то опытом для того, чтобы как-то, ну, достроить свои знания, достроить свои навыки. У меня, например, товарищ пошел с Колково на MBA, будучи уже одним из совладельцев компании, по очень такой любопытной причине. Но он, кстати, классно вот самоопределился и выбрал. Я, говорит, хочу пойти на MBA для того, чтобы разговаривать со своим финансовым директором на одном языке, а то и... Ну, нельзя пойти на какой-нибудь бухгалтерский учет, чтобы разговаривать со своим финансовым директором на одном языке. Бухгалтерский учет учит проводить операции, делать проводки, шахматки раскидывать, вот. А сейчас даже не обязательно все эти слова знать, по большому счету запускаешь 1С, но надо освоить его замечательный интерфейс, и все будет здорово. Управление финансами немножко про другое. Управление финансами — это и про привлечение инвестиций, и про то, куда мы эти инвестиции вложим, каким образом мы это сделаем. Это про то, чтобы измерять постоянно здоровье компании с точки зрения прибыли и убытков, с точки зрения... Вы, может быть, слышали такое страшное слово «ебеда», а то еще и «ебеда-марджин». Я вот тоже слышал, но я на MBA не учился, я поэтому могу только слова эти говорить. Вот. И второе, если говорить про бизнес-школу, и это точно на всех программах присутствует и в любой бизнес-школе, это нетворкинг. Потому что люди вместе проводят, например, 2 года на MBA и интенсивно учатся, в том числе, там случается практика с выездами на разные производства. Люди много времени проводят вместе, и дальше у них появляются партнеры, друзья, клубы по интересам. То есть, если мне нужно что-то в киноиндустрии узнать, я захотел свой продукт как-то в киноиндустрии двинуть. После бизнес-школы чаще всего у меня уже есть конкретные контакты, и если человек не сам, то он подскажет, кому еще пойти, представит. Это очень хорошая штука. А если мы с нашими девчатами захотим туда пойти, найдем ли мы там подходящие программы? Наверняка. Я уверен, что вы знаете, для чего вы туда хотите пойти. И как только вы знаете, для чего вы хотите туда пойти, вы найдете для себя программу. Ну, например, вы захотели сделать стартап, надо пойти в стартап-академию. Да, вы захотели развивать свою карьеру в сторону менеджмента, MBA будет полезным. Вы пошли на топ-левел, ну, C-левел, значит, скорее всего, экзекутив MBA. Если вы становитесь предпринимателями и делаете какой-то собственный проект, и вы видите, что у вас обороты есть, но как-то они вот прям непонятно почему не растут, вот какой-то вот стеклянный потолок в голове образовался, и вообще неясно, что делать. Скорее всего, это будет сколковый практику, как раз вот то, где я модератором и работал. Не буду спрашивать, окупается ли у всех, а у тебя конкретно окупилась эта инвестиция? У меня окупилась. Смотрите, школа руководителей проектной работы, она призвана как раз готовить модераторов, руководителей проектной работы, как она и называется, то есть руководителей образовательных программ, и помогать людям, вот, как это сказать, увеличить качество того, как они работают. А если говорить про то, окупилась ли, да, вот по-простому, просто потому что как модератор я уже больше денег заработал, чем потратил на обучение. Вот. Если говорить про мои цели, то тоже я туда шел для того, чтобы научиться еще лучше запускать работу в группе. То есть я, например, замечал, что я хорошо работаю индивидуально с кем-то, или в одиночку, или индивидуально, то есть вдвоем, например, я готов, я с человеком могу сделать прям какую-то классную штуку. Если говорить о каком-то большом коллективе, пять и больше человек, ну вот, я не был доволен. Я недоволен до сих пор. Тем не менее, Дельту я замечаю, и это прям стало намного лучше, чем прежде. А кто помогал тебе там вот с тем, чтобы продвинуться дальше? Мне интересно, кто преподает. Это какие-то профессиональные люди из университетов, или это много совершившие бизнесмены? В моем случае это... у нас было три мастера-преподавателя. Это Волков Андрей Евгеньевич. Он долгое время был президентом, сейчас он... или ректором бизнес-школы Сколково. Он был сейчас, он где-то тоже вот в управлении находится. Борис Маркевич Островский. И Николай Верховский, тоже профессор школы Сколково. Надо сказать, что они занимаются много еще чем. То есть у них есть деятельность еще прям вот такая на земле. Потому что таких людей приглашают в советы директоров. Очень такие большие, знаменитые компании. Это чаще всего такой, ну, интерпрайз, которым нужно разобраться. В том числе к нам Петр Георгиевич Щедровицкий приходил читать лекции. Про него, например, известно, что он долгое время работал заместителем Кириенко в Росатоме. И Кириенко тоже во многом воспринял этот проектный подход и его использовал в Росатоме. Ну, и мы видим, что Росатом вообще-то хорош сейчас вот на мировой арене. По сравнению с французами, по сравнению с американцами, Вестинггаусом. У него довольно все хорошо. Ну да, представление плохое. Да, да, да. Вот, каждый из этих имен, которые я называл, это люди, которые ведут еще не одну деятельность. Например, Андрей Евгеньевич Волков, он очень серьезно занимается образованием и трансформацией образования. Я, например, смотрел его лекцию два года назад о том, как он видит, нужно перестроить высшее образование. В этом году я посмотрел министра высшего образования у Познера, и тот уже эти идеи говорит. То есть это вот уже на уровень правительства попало, понравилось. И сейчас, ну, вот, размышляет о том, чтобы индивидуальный трек делать во время высшего образования, чтобы это было между университетами, чтобы студент имел возможность вот этот курс здесь получить, этот здесь получить. У нас же есть вот онлайн. Спасибо, коронавирус онлайн теперь совсем уже есть. Тем более есть возможность. Какие мероприятия еще проводятся в Сколково, мимо того, что там есть бизнес-школа? Во-первых, достаточно большой клуб выпускников, то, что вот Аламли называется, и люди объединяются по интересам. Есть яхт-клуб, есть гольф-клуб, есть команда футбол. Это есть в Сколково. Сколково, Сколково, да. Сколково-яхт-клуб. Ну да, ну то есть люди любят ходить под парусом, но вот и они при этом выпускники Сколково. Ну вот бывает же спелеологический клуб, например, в каком-то университете. Да, да. Ну вот. Это одна история. В том числе происходят такие штуки, как конвент выпускников. Это ежегодная встреча выпускников, тех, кто ходит. Туда люди приезжают с семьями. Если вы на видео видели детей, вот приезжают с семьями, там и детей чем-то увлекают, стараются такое что-то тоже технологичное, современное им показать и интересное. И сами ребята между собой встречаются. Ну это опять, это нетворкинг, это обмен новостями. На мой взгляд, это отличается от встречи одноклассников. Ну на встречу одноклассников имеет смысл идти для того, чтобы посмотреть, что, мау, насколько я уже не похож на то, каким я был. Классно, у меня что-то в жизни изменилось. Вот. А вы знаете, да, самый классный комплимент вроде как, ой, ты совсем не изменилась. Думаю, да елки-палки, да что ж ты не видишь-то? Если я не изменился, где те 10 лет, которые прошли с нашей встречи вообще? То есть не бывает такого, чтобы человек не менялся. Я считаю, что это оскорбление. Ну да. Это консервировать скорее, да. А тут можно даже выгодную сделку заключить, наверное. Ну, кстати, да. Надо сказать, что, например, на Западе любая конференция это же про то, что есть возможность быстро в течение одного-двух дней провести несколько деловых встреч с теми людьми, которые обычно не очень доступны. И нетворкинг там вот не надо запускать специально, да, потому что люди туда едут нетворкаться. Ну и там есть доклады тоже иногда важные и интересные, их можно в записи посмотреть. Если говорить там про IT-конференцию, которая в Сколково проходит, ну вот там нетворкинг приходится делать. Имейте в виду, что в этом смысле IT-конференция, ну, например, Хайлоу проводит конференцию Олега Бунина, Сколково имеет очень хорошую и удобную инфраструктуру для того, чтобы там провести. И в этом смысле, ну, это просто фасилитис, который можно арендовать, использовать кейтеринг, помещение, оборудование, Wi-Fi, ну, вот это все. Вот. То есть Сколково в том числе довольно удобная штука для того, чтобы проводить какие-то мероприятия корпоративные, ну, только не корпоративы с алкоголем, скорее, а корпоративные мероприятия по обучению. Алкоголь возможен, да, но это вот вино и по бокалам. А помимо клубов по интересам и конференций, что там еще бывает? Там католка есть. Да, я думаю, что многие вопросы ваши связаны с тем, что Сколково звучит в новостях очень по-разному. И все это время я говорил только про бизнес-школу Сколково. Это полностью частная школа, при том, что Дмитрий Медведев таки является председателем Международного попечительского совета, это полностью частная школа. Сейчас в одном из выпусков был гость, который является резидентом Сколково, и это уже, наверное, не про бизнес-школу. Это не про бизнес-школу. Смотрите, Дмитрий Анатольевич, будучи президентом, ну, конечно, его пригласили на такое событие, потому что участвовали в организации этой школы очень известные ребята. Абрамович, Потанин, Рубен Варданян, в том числе Ликван Ю из Сингапура тоже участвовал. На такое серьезное событие, конечно, пригласили президента, попросили его открыть. Ему очень понравилось то, что получилось, и в какое-то время бренд уже достаточно хороший. Когда ему захотелось сделать фонд Сколково, который, ну, предполагался как раз помочь инновациям и так далее, он примерно там же территориально, это правда близко, стал строить иннопарк, инновационный парк, такой кубик. Если школа — это такая супрематическая шайба по мотивам Малевича с такими вот корпусами, которые в разные стороны смотрят, то иннопарк — это такой кубик, он, на мой взгляд, на зекурат похож. А иннопарк про что? Про инновационный парк. То есть это технологический парк, то, о чем я говорил. Там довольно много технологических стартапов, во-первых. Во-вторых, там есть специальный налоговый режим. Часть айтишных фирм стараются получить резиденцию там, поскольку это значительное послабление по фонду оплаты труда. А в айтишных делах, например, фонд оплаты труда — это основные затраты на производство продукта. Когда люди получают налоговый льгот, это же очень здорово для них. Вот по-хорошему где-то там все смыкается. Ну, например, в технопарке на экскурсии можно увидеть роботизированную модель человека для тренировки врачей. У него есть куча сенсоров, он как-то реагирует. Ну, то есть, помните, видели, может быть, такие куклы, они еще в борцовских залах бывают, их кидают обычно, да? Вот на таких же куклах тренировались делать искусственное дыхание. А потом пациентам регулярно ломали ребра, например. Ну, потому как надо это делать сильно, иногда, собственно, и ребро лучше сломать, зато сердце запустится. Тем не менее, ну, есть множество таких манипуляций медицинских с человеком, которые хорошо бы натренироваться сначала, ну, вот как бы не на самом живом человеке. Вот, да еще есть обратные связи, чтобы человек мог, ну, понимать и корректировать свое поведение. Так же, как, не знаю, там тренажеры по стрельбе, тренажеры по вождению. Ну, вот, и вот, например, такой тренажер вот в технопарке Сколково показывают и делают. Там есть задумка очень хорошая, да. При этом бывали странные истории, ну, вот, простите, я сам за это регулярно получаю, что вот и Сколково, это там, значит, где арестовывали топ-менеджера Интела. А где его арестовывали? Это был, таки, технопарк. Там получилась чудная штука. Его пригласили на переговор для заключения контракта. И зачем-то именно в этот день Следственный комитет решил провести выемку документов в своей неповторимой манере. И вот топ-менеджеру Интела пришлось простоять у стены с раздвинутыми руками и ногами какое-то время. Потом, как только ему удалось заполучить обратно свои документы и телефон, он принял решение двигаться в сторону Шереметьево, переговоры не состоялись. Это, ну, она комичная история, с одной стороны. После этого там, насколько я слышал, состоялось все, что нужно, и контракты какие-то были заключены. Но вот такой казус случился. Я не готов обсуждать. Была какая-то задумка или это случилось само собой. То есть технопарк и... Это был технопарк. Технопарк, он дочерняя структура фонда Сколково. И то и другое полугосударственное. Там есть государственные деньги. И бизнес-школа с этим никак не связана? Бизнес-школа вот только словом Сколково, потому что территориально рядом. Тебя нередко можно увидеть в качестве спикера на конференциях. Расскажи, пожалуйста, какие конференции на твоем счету вообще есть? Первая конференция, на которой я выступил, была CSEC, Central European Software Engineering Conference. Дальше была QA-Conf, то есть, соответственно, Pro Quality Assurance. Потом 2015 год в Вейлрайдер, где я обнаружил, что на своей работе переизобрел DevOps, потому что хотелось как лучше. Ну, то есть мы хотели как лучше, что-то наделали. А тут я услышал, наконец, что есть такое слово. Пошел разбираться на Channel 9, Microsoft. Ну, и там какие-то были принципы DevOps изложенные. Смотрю, елки-палки, а у нас все есть. Ничего себе, мы DevOps делаем. Принципы DevOps ты имеешь в виду? Именно методологии, а не как бы вот... Ну, то есть, инфраструкция за код, мониторинг, вот эта вся история. Вот. На Highload я рассказывал, что мы непотребное творим с сетью, нарушаем RFC, и у нас все работает. Ну, и, соответственно, на DevOps, по-моему, я тоже выступал. Потом меня Саша Святов, руководитель программного комитета, пригласил в программный комитет. Мне это дело очень понравилось. То есть, ну, вот, DevOps меня прямо увлек. Тем более, что... Которая Олега Бунина конференция. Абсолютно. Да, DevOps, конф, да, конференция Олега Бунина. В программном комитете здорово, интересно. У нас там серьезные зарубы между членами программного комитета про то, что такое DevOps. За доклады спорите? А кому-то один нравится, кому-то другой? Обязательно. Ну, как без этого? Ну, нас 25 человек в программном комитете, да. Это прям... Серьезный отбор. Это бывает непросто. Не только отбор. Мы, например, в том году поняли, что только фильтровать доклады — это недостаточно. Конференция будет не того качества, которое интересно. И члены программного комитета, когда становятся кураторами доклада, ставят себе прям цель, в том числе, сделать доклад более интересным, понятным. Ну, и таким, из которого участники что-то вынесут вот в свою работу для нашей аудитории. Мы стали помогать прям спикерам для того, чтобы доклад случился. Я ведущий из зала часто на конференциях. Оказалось, что это прикольно, кстати говоря. Ну, я помню первые доклады. Я прям боялся, и голос мой дрожал. В 2015 году я пересмотрел как раз свой доклад про DevOps. Содержание классное, но это невозможно слушать. Это, ну, то есть я прям очень волновался. А у тебя есть, кстати, какие-то секреты, как не волноваться? Как мы бояться? Мы как раз недавно спрашивали об этом у нашего предыдущего гостя. Да, бизнес-девелопера. Секреты, вы знаете, я их даже применяю к спикерам. То есть я как ведущий зала, например, да, я вижу, что человек вот сейчас, ну, в общем, а мне же на что-то мероприятие произошло. Я говорю, слушай, волнуюсь? Он говорит, волнуюсь. Где это в теле? Он говорит, ну, вот тут. Я говорю, слушай, если представить, помимо страха, какое-то другое чувство. Где будет? Ну, вот. Дыхание вверх, учащенное сердцебиение, глаза немножко расширены. Что можете сказать? Ну, вот по таким вот ощущениям внутри тела, что это еще может быть? Опьянение какое-нибудь. Отлично, а еще? Счастье. Счастье, круто, да. Круто, любовь, возбуждение в конце концов. Смотрите, штука в том, что ощущения в теле одни и те же, а вот интерпретация уже зависит от вас. Но с этим же тоже сложно бороться. А зачем бороться? Вы знаете, зачем придумали кафедру в Древнем Риме? Кафедра – это же вот такая стойка с пюпитром по большому счету. Да, вы можете помнить, когда коленки трясутся. Ребята тогда в хитоны ходили. Ну, не совсем. Там, знаете, исторически ее придумали для того, чтобы скрыть эрекцию спикера. Потому что, ну, там, ну, во-первых, выступали мужчины, простите, девушки. Вот в то время выступали мужчины. И это драйв такой, что вот не всегда это было полезно, да, для слушателей. Ну, они просто отвлекались от предмета разговора. Если говорить про артистов, они же драйв получают. Они отдают энергию вот эту свою вот этих вот ощущений тела, отдают в публику, и публика им возвращает, значит, эмоциональный отклик такой классный. Ну, вот я и говорю в этот момент спикеру, которому предстоит выступать, что, слушай, ты просто вот все то, что ты сейчас вот зачем-то интерпретируешь как страх, выбрасывай в зал, пусть они там с этим разберутся. Зал-то переработает и вернет тебе в качестве кайфа. Удивительным образом это сработает. То есть срабатывает, за две минуты вот удается настроить человека на то, чтобы было более классно. Классно, надо попробовать. Да, да, надо попробовать, только мы нигде не выступаем пока что. Маш, у тебя завтра серверное собрание проявивших на нем. Ну, кстати, это публичное выступление, конечно. В своем докладе на как раз DevOps Days ты говорил о том, что сейчас в эпоху цифровизации нужно начинать менять свое мышление. Ну, допустим, что ты утверждал, что наше мышление не так совершенно. Нужно поставить себе какие-то абсолютно новые цели на ближайшие 5-10 лет и идти к ним. Можешь дать какой-нибудь совет, что это может быть и куда нужно стремиться. Если посмотреть на график того, как распределяется доход по квалификации, ну, если мы возьмем слева самую низкоквалифицированную работу, справа самую высококвалифицированную работу, то в конце 19 века это была вот такая ровненькая штучка. В 20-х годах 20 века вот такая вот стала. Сейчас, в 21 веке, это уже прям резкий спад вниз, и потом на высоко квалифицированной работе резкий наверх. То есть вот средние квалификации люди, кумулятивно, то есть просто или мало таких людей нужно, или они совсем мало получают. Почему в низком сегменте зарплаты небольшие? Потому что дешевле платить людям, чем запускать туда роботов. Роботы все еще дорогие. Но поскольку автоматизация, программное обеспечение, роботы, все лучше и лучше, мы вот этот провал посередине и ощущаем, что вот этих людей все еще можно заменять. И он начинает смещаться. Вот у нас такая работа-то головой у айтишников. Постепенно нас всех заменяют. Герман Греф уже юристов заменяет. Мы знаем, что заявки в сервис-дески уже процентов 30 обрабатывает искусственный интеллект. И в этом смысле что делать? Повышать квалификацию. Чем дальше живем? Принт почему-то считать, что чем дальше живем, тем мозги коснее. Зависит вообще, говоря, от человека. Ну, ввиду Хокинга, вспомните, у него и был-то всего мозг, чем он мог работать. И до конца жизни он работал. Поэтому вот эту фигню, которую внушают врачи, я считаю, что прям фигня вредная. Что, ой, что ж вы хотите в этом возрасте? Смотрите, они как-то умеют делать. Вот. Ничего подобного. Зависит от того, чем человек занимается. И в этом смысле я считаю, основной мета такой навык, да, это учиться-учиться. И я, например, там, мне 50 уже через несколько лет, если честно. Вот. Я, например, пошел работать линейным системным администратором. Сейчас, ну, то есть, вот мы делаем конференцию для DevOps. У нас же большие, ну, хорошие специалисты в программном комитете. Мы работаем в каких-то крупных компаниях, где с DevOps все норм, мы там все это делаем. А на конференциях нам приходят участники, которым, может быть, не так повезло, как нам. И вот не всегда удается из ребят получить, ребят, что вам надо. Я вот сам пошел в такую компанию, работать системным администратором. Там уже есть какие-то пайплайны. На мой взгляд, DevOps там еще предстоит что-то поделать. Одна цель, вторая цель. Я год четыре уже за терминалом не сидел. И часть современных инструментов просто в глаза не видел. Пора, ну, как это сказать. Актуальные знания. Восполнить, восполнить навык, да-да-да. Я, в общем, я за то, что делать. Учиться-учиться и ожидать, может быть, даже с удовольствием ожидать, что придется переучиваться каждые пару лет. Это же кайф. Понятно. Дальнейшие наши планы. Да-да. Но вообще, мне кажется, что IT такая область, ты вообще постоянно учишься. Ну, то есть никогда нельзя узнать все, все время что-нибудь ты не знаешь. У меня еще постоянно все новое. Если все узнать нельзя, то что нужно узнать? А чего можно... выкидывать? Вот это вот непростая штука. У меня нет вот готового ответа. Что, нужно узнать, что мне нужно? Ну, знаешь, бывает так, джуниоры приходят и говорят, ну, вроде все хорошо, но вот пока много чего не знаю. Я думаю про себя. Это хорошая штука. Хорошо, но я тоже много чего не знаю, хоть и уже немало лет работаю. Ты говоришь, парень, я такая же, как ты, все норм. Да. Главное, никого про это не говори. А вы помните эти разговоры? Слышали, наверное, что какие-то там корпорации говорят, что нам уже не высшее образование нужно, и не хардскиллы человека важны там, да, а важно, чтобы человек умел учиться, умел работать, умел коммуницировать, вот это что. А вот хардскилла мы сами научим уже, какая разница? Какая разница, на каком ты стеке писал? Ну, то есть, я когда-то писал на Паскале в тетрадочке, в клеточку еще в школе, машину Тьюринга. Потом там что-то не знаю, Basic был, Fortran в институте, C, потом Perl, ну, Python, соответственно, когда Ansible появился, мне нужно было модуль написать, тогда не было какого-то функционала. Ну, вот, ну да. Сейчас, что, Го пора учить. Ну, Гуруи в любом случае пора, да. Го и Kotlin. Kotlin, спасибо. Раз еще, раз еще. Да, я слышала вот про скиллы, никак не будем сейчас вспомнить, где, но тоже говорили, что главное, чтобы по скиллам подходило. Данила Штайн рассказывал на интервью. Да, наверное. А, ну вот, целый технический директор Яндекс.Вертикали, конечно. Вот, он знает, что говорит. Мы, кстати, знаете, что, мы не делали такого раньше на конференции, мы решили поэкспериментировать, сделать прямо несколько экспериментальных активностей с мастер-классами, про скиллы тоже, потому что, ну, вот, ну, мы же рассказываем про инженерные тулы, про то, как DevOps приносит пользу бизнесу, про то, как все это сделать. А потом люди смотрят, говорят, блин, у меня это не заработает. Там вот у меня такой удивительный человек есть, что, ну, вообще ничего не случится. А что, если мы так тоже сможем оснастить участникам на конфе? Поэтому мы вот попробуем. Мы не знаем, мы, знаете, то есть конференция как продукт. Мы можем сколько угодно предполагать, мы сколько угодно можем опрашивать знакомых, но пока мы не попробуем и не рискнем, мы не получим ответа, насколько это полезно для тех ребят, которые к нам приходят. Вот мы рискуем. Вот на самом деле с этими софт-скилами не очень понятная история. Ну, то есть, казалось бы, все говорят про то, что они нужны, а каких-то конкретных критериев нет. То есть ты, если программист, у тебя скорее какой-то такой аналитический, сказал, а ты мать, тебе нужны какие-то конкретные критерии того, что тебе нужно знать. А софт-скиллы, как тут понять, что от тебя хотят? Софт-скиллы, ну, слушайте, вот выгорание. Пока сидели все по домам, это же очень актуальная штука. Не очень часто сменяется обстановка, отвлекают домашний, холодильник, тик-ток. В общем, очень непросто работать, да? Какой-то человек другой начинает себя ругать за это, То есть сам себя еще... Это софт-скилл, как настроиться на то, чтобы чувствовать себя классно, работать продуктивно, потом работу выключить и пошел отдыхать. Это софт-скилл. Работать продуктивно в любых обстоятельствах. Не, ну зачем? Зачем в любых? Иногда нужно делать какой-то ритуал специальный, там, надеть рабочую одежду, я работаю, потом переоделся в пижаму, я теперь уже не работаю. Это помогает, это же... Можно с мозгом общаться с такими символическими действиями. Нет, ну ты приходишь устраиваться на работу, и что они тебя спрашивают, как вы себя поведете, если будет коронавирус, и вам нужно будет сосредоточиться на работе. Ну, то есть это какая-то просто... Вот все про него, понимаешь, говорят, но на собеседование ты приходишь и не понимаешь, где ты правильно ответил там на вот эту обычную беседу, которая направлена на то, чтобы проверить твой софт-скилл, а где ты неправильно ответил, каким надо быть человеком. Есть ли в жизни правильные ответы? Ну вот, да, типа того. Понимаешь, и по-хорошему на собеседование правильных ответов тоже нет. Ну, то есть если про хард-скиллы можно говорить, там, помните человек, включи командной строки или может пузырьком ассортировать массив. Наша любимая задача. Ну да, я поэтому про нее вспомнил. То про софт-скиллы... Ну, слушайте, анекдотичный случай это почему у этих самых... у люков крышки круглые. Это же тоже про то, чтобы посмотреть, каким образом человек размышляет, как он подходит к решению незнакомой задачи. Сейчас рекрутеры стали более хитрыми. Они проводят интервью по компетенциям, так называемое. И они говорят, расскажите, пожалуйста, про какую-нибудь самую большую свою неудачу. Или расскажите, пожалуйста... Чем вы себя видите через пять лет в нашей компании? Не-не-не, ну не настолько. Они как раз постараются к прошлому обращаться, ну, в хорошем случае. Они говорят, расскажите про проект, которым вы гордитесь. Расскажите... У меня как-то была такая история. Да. Я пришла на собеседование, и меня, значит, спросили. Такая задача, значит. Мне отдали зарплату. Я, значит, захожу в банк, чтобы ее снять с карты. В это время... И я это делала в свой обеденный перерыв. В это время на банк совершается нападение. Значит, там террористы его там захватывают. Раздается один-единственный выстрел. И этот выстрел, это мне попали в палец. Так вот. Что я при этом чувствую? Это какая-то положительная ситуация? Мне повезло или мне не повезло? И вот я, когда вышла с этого собеседования, я вообще не могла понять, как бы все хорошо прошло или плохо. Что случилось? Почему меня об этом спросили? Я программник в горе. У меня был прям вот не такой экстремальный опыт. Мне как-то, знаете, тиски упали на ногу. Вот. Я могу вам сказать, что я чувствую, потому что об этом знала вся школа просто в тот момент. что я чувствовал вот тогда. Я просто кричал благим матом и буквально матом. Ну да. Вот. А оценки, знаете, оценки, повезло мне или нет, я проводил потом. Ну, поэтому в этот момент я не думаю, повезло мне или нет. Я думаю о том, как мне выжить и как сделать так, чтобы не привлекать внимание террористов. А и спецслужб тоже, чтобы, ну, в меня ничего не попало. Я точно не занимаюсь оценками. Я выживаю. Ты стоишь без пальца и думаешь, повезло мне или нет. Да. Нифига. Слушайте, если я буду дзен-буддист, то, наверное, да, то есть украдут меня, крылёк. Я буду спасилы там. У них вроде бы бога нет. Ну, в общем, поблагодарю вселенную. Вот. А потом, когда корабль попадёт, значит, в кораблекрушение, я выживу один, скажу это, потому что я дороже всех заплатил за проезд. Ну, нормально. Вот. Я пока вот не просветлённый. Чё? Ну, блин, ну, какой-то странный вопрос. Типа, позитивное ли у тебя мышление. Вот когда люди спрашивают про конкретный опыт, расскажи о том, как у тебя происходил конфликт на работе и что ты делала. Это понятный вопрос из своего опыта. Рассказываешь, что можно что-то представить про софт-скиллы человека. Расскажи, пожалуйста, как ты ведёшь IT через 30 лет? Я вижу, что я всё ещё работаю в IT, потому что я несколько раз в жизни пытался от него сбегать. Я ходил, занимался версткой, я разрабатывал логотипы и дизайн автозаправок, и у меня ещё был опыт, я ходил в пусконаладку охранной сигнализации. Это, кстати, интересно. Я бывал в хранилище Сбербанка, например. Вот. Я в любом случае неизбежно... Во-первых, на этой работе я всё равно начинал что-то делать в IT, налаживать, чтобы было лучше. Во-вторых, возвращался всё равно. Я точно занимаюсь IT через 30 лет. Что конкретно будет в технологиях? Я думаю, что опыта волок... Ну, вместо там классических полупроводников всё-таки вот эта технология оптическая, которую то ли Intel, то ли IBM разрабатывали, я не помню, случится. Я думаю, что программировать будут роботы, а IT скорее... Ну, вот IT-люди скорее будут ставить задачи. А, и ещё люди будут менять картриджи. Ну, то есть... Они же низкоквалифицированы. И выбирать, по какому принципу компьютеры будут работать, по скраму или по канвану? Ну, тут... Да-да-да, например. Тут вот тут... Ну, пусть мышление разворачивается на машинах, да? Вот. Хотя у людей тоже мышление будет. При этом вот картриджи, понимаете, картриджи тоже, скорее всего, могут быть 3D-шные. Там картридж в кухонном принтере, например, который еду сегодня печатает. Ну, вот такого плана. Ну, да. То есть ты думаешь, что компьютеры переплюнут человека в мышлении? Не-не-не, я за то, чтобы люди всё-таки сверху остались. Ладно. Слава богу. Ну, то есть я же терминатор смотрел, мне так не хочется. Да, это уже через следующие 30 лет. Уже скоро, да? Я думаю, что... Ну, вот посмотрим, да. Не знаю, мне кажется, будет интересно. И я надеюсь, вот то, о чём я говорил, сохранить вот этот метанавык учиться, учиться, учиться дальше. Мне кайфово. Мне кайфово. Я регулярно прям какие-то заметные личные деньги вкладываю в своё обучение. И это прям инвестиция, которая возвращается. Но это не только Сколково. Это в том числе софт-скиллы, если мы говорили про публичное выступление. Я ходил на курсы. Я не просто так вот теперь об этом рассуждаю. Это меня вернулось многократно, конечно. Это навыки здоровья. Я регулярно делаю цигун. Мы уже не успели про него поговорить. Но я туда вкладывал сколько-то денег, и это огромная экономия на врачах, например. А что такое цигун? В моём случае цигунов бывает очень много. Тот конкретный цигун, которым я занимаюсь, он называется Синг Шэн Джоанг. Переводится китайское «объединение формы и сознание». Ну, форма в смысле тела. Он такой на расслабление. 15 минут в день, и позвоночник здоровее, поскольку позвоночник носитель всего организма, то и органы здоровее. Ну, в общем, я себя сейчас чувствую намного лучше и моложе, чем 10 лет назад. Это что-то связанное с йогой? Йога тоже работа с телом, тоже работа с энергией, наверное. В этом смысле они похожи. Цигун — это даоссская практика. Даоссы, они в Китае жили и живут. Живут долго. Многие из них задаются целью обрести бессмертие в теле. И самая, может быть, самая продолжительная жизнь, зафиксированная документально, потому что бывает ещё не зафиксированная документально, а тут прям документы есть, 235 лет, насколько я помню. С завтрашнего дня начинается. Сворачиваем этот YouTube-канал. У нас есть дела поважнее. Зачем? Слушайте, вы когда этому... Я бы тоже к соцскиллам относил, как вы относитесь к тому, что бы. Это включается в жизнь. 15 минут утром сделать специфическую гимнастику, она очень простая, она прям на расслабление, никаких маханий руками, никакого оборудования не нужно. Очень полезно. Расскажи, пожалуйста, кем ты хотел стать в детстве? Насколько в детстве? Например, в восьмом классе, когда у мамы на работе появились первые компьютеры с названием Роботрон, тогда они работали под МС-Досом уже, но это что-то было, это были какие-то болгарские клоны на процессоре 8086. Я ее уговорил принести с работы инструкцию по операционной системе МС-Дос. Там насчет мечтал, как бы трудно говорить, но тем не менее. Я ходил в музыкальную школу, я ходил на бальные танцы, я ходил на классические танцы. Ну, инструкция МС-Дос была поинтереснее. Я ходил на каратэ, я ходил в качалку, в общем, много где себя попробовал. Прям мечтал? Вы, может быть, про детский сад спрашиваете? Не знаю. Да, про любой. А в детском саду кем мечтал быть? Слушай, а я вот не задумывался, ну, я не вспоминал, вернее, кем я хотел стать в детском саду. Но мне что-то хотелось сделать полезное для людей, скажем так. Кажется, удалось. Кажется, теперь мы узнали про Сколкова немного больше. Главное, не лениться учиться, чтобы идти в новое со временем. Спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. И пока-пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok